Этот год начался с лучшего аниме. Ты имеешь в виду обещанный Неверленд второй сезон? Мне кажется, кто-то смотрит не в ту номинацию. Нет, я про Магоцелителя. И ты туда же. Давайте нормально пройдёмся по номинантам. Да ладно тебе. Год выдался настолько скудным на какие-то интересные тайтлы, что их можно просто пересчитать по пальцам. Действительно. Посмотри на список ещё раз. Зимой вышел Доктор Стоун Каменные Войны, который сразу был номинирован на аниме года. А как вам продолжение Резера, которое завершило большую арку таким трогательным поцелуем? Так, спойлер оставим лучше на момент награждения. Для меня зима подарила два монументальных аниме. Приоритет Чудо-Яйца – прекрасная история, которая началась за философию, а закончилась разочарованием. Поэтому и была номинирована на философию аниме, разочарование года как спецвыпуск и аниме года. Другим таким аниме стала реинкарнация безработного. Раноба стояла у истоков жанра и, наконец-то, в этом году её экранизировали сразу двумя сезонами. Достойный Исикай, который точно постревнуется с Резера в одной из номинаций. Я бы ещё о моём перерождении в слизь не списывал со счетов. Продолжение вышло и большинству понравилось, поэтому в номинации за лучший Исикай будет и вправду жаркая война. Вы, ребят, не забыли, что ещё вышло зимой? Ты имеешь в виду X-Arm, который до первого трейлера ждали как интересную адаптацию? Или, может, про небесное вторжение с рейтингом ниже семи, хотя вокруг аниме одни положительные отзывы? Нет, мне кажется, он про рассвет идолов. Классическое аниме про музыку и айдолов. И из чего-то такого необычного я бы не списывала в «Выдающиеся звери 2». Классное аниме, которое привило любовь к 3D, поэтому заслуженно держится на своих номинациях. Если ты говоришь про что-то необычное, то зимой вышел «Пикник в потусторонние». Аниме, основанное на новелле, которое вдохновлялось романом Стругацких. Классно же. Но я на самом деле про Херемию. Она как-то прошла мимо инфополя, почти не видел мемов с этим аниме и почти никто не говорил о нём. Хотя оно номинировано аж три раза. Мне нравится, как мы медленно, но верно оглашаем всех номинантов из зимнего сезона. С айдолами была бы неплохая подводочка к весне, но ладно. Скажу только, что «Путь назад» тоже прошёл незамеченным. А ведь над ним работали авторы «Код Гьеса» и «Килл Акилл». Сильнейший игрой, обученный в тайном подземелье, вот незаслуженно стал гораздо популярнее. А как же «Пять невест»? Ну а что «Пять невест»? Хороший Гарем пошли уже к весеннему сезону. Вот теперь-то я скажу. «Виви. Песлю Ритова Глаза. Лучшее аниме весны». Я уверен, победа в номинации за «Лучшее аниме в жанре музыка» ей вот гарантирована. Это, конечно, хорошо, но ты не забыл про «Для тебя бессмертный». И правда. Тогда «Виви. Лучшее аниме» вместе с «Для тебя бессмертный». Ребят, вы не забывайте, что весной вышло одно из самых мемных аниме года. Не издевайся на Гаторо. Я до сих пор в ТикТоке натыкаюсь на моменты из этого аниме. А уж мем про сравнение школьниц разных стран форсится по пабликам каждый месяц по новому кругу. Если говорить о чём-то серьёзном, то ведь это весной вышел финал Евангелиона. Я вообще не понимаю, почему этого фильма нет в номинации аниме года. Ещё на пир года почему-то не попала случайная такси. Хорошо, что оно есть в двух номинациях, но разве это не аниме года? С аниме года мы ещё вначале разобрались, так что тут было просто без шансов. Но если уж говорить о Евангелионе и мехах, то весной вышло аниме 86. Вполне достойный номинант на аниме года. Годзилла, Динозенон. В топку. Не их год, это уж точно. Давайте отойдём от железяк и вспомним про романтику. Да ну нет. Больная тема. Да ну вас, я всё равно расскажу. Не называй это любовью. Классная романтическая история, за которую нас обычно сажают на 8 лет. Но если вам не хватило отношений между взрослым мужчиной и ученицей, то всегда есть «Я побрился, затем привёл домой старшеклассницу». Если всё же хочется чего-то более классического, то «Корзинка фруктов. Финал» – ваш выбор. Только обязательно посмотрите все предыдущие сезоны и поймёте, почему у этого аниме оценка 9 из 10 на «Шокимори». Я, конечно, по сценарию тут вроде не особо за романтику, но романтическая комедия, в которой подруга детства ни за что не проиграет, в точности произношение этого названия, тоже ничего-то. Да, не фонтан, но для сравнения с тремя китами романтики весны отметить стоит. Хорошо, с китами разобрались, вернусь к музыке. Замбилан сага, месть, чистый звук. И всё? Я просто ничего из этого не смотрел, но раз они вышли весной, то решил напомнить. Ну и нафиг я тогда распиналась тут с романтикой. Так никто не запрещает, можешь, как и я. Я, суки. Убивая слизней 300 лет, сама того не заметила, я достигла максимального уровня. «Повелитель тьмы», «Другая история мира 2». Попробуй. «Путь домохозяина», «Дом теней», «Моя геройская академия 5». Слушай, и правда. «Токийские мстители», «Агент времени». Не-не-не-не, с такими тайтлами у нас тут так не принято. Если взялся, то поясняй чуть подробнее за номинантов. Окей, за такие аниме пояснять не стыдно. «Токийские мстители». Динамичный и увлекательный сюжет, который не дает сидеть на месте и всегда держит в тонусе. Ну, собственно, Мочилова, Банды и Путешествия во времени. «Агент времени». Неожиданная посылка из Китая. Неплохая человеческая драма без лишней наигранности. Чувствуется и смотрится на ура. Есть элементы детектива, триллера и путешествия во времени через фотографии. «Лето». Время отдыха, так что эту часть я оставляю на вас, ребята. Эй, ну вот это реально уже не прикольно. Окей, тогда я выражу свое негодование. Почему моя реинкарнация в Атома игре не номинирована на лучший гарем этого года? Аниме буквально кричало о своей принадлежности к этому жанру. Да и «Лето» какое-то скудное на релизы вышло. «Дракон горничной госпожи Кабояши 2». Вроде вышло, вроде всем понравилось, но всего одна номинация на повседневность года? У тебя явно талант брать единственные нормальные аниме этого сезона и в итоге плохо отзываться о итогах. Я единственное, что могу дополнить – Sony Boy. Мне нравится этот визуальный стиль, который просто берет и сносит крышу. Чувствуется, что над визуальным стилем работал мастер своего дела. И вот знаете, я осознал, что нам не хватает номинации «Лучший визуальный стиль». Да, тогда бы в нем победил фильм «Слова позырятся, подобно газировке». На первый взгляд такой простой, но и одновременно классный стиль визуального повествования. Чувствуется, что над аниме работали профессионалы своего дела. Возможно. А есть кому что-нибудь сказать о моих девушках? Ну, в смысле об аниме. Легкий и бодрый гаремник без откровенной пошлятины с кучей забавных ситуаций. А это был правильный скип. Я бы еще дополнил его героям-рационалам, перестраивающим королевство. У меня чувство доживю недельной давности, но мне кажется, что тактопус хоть и хорошее аниме, но не дотягивает до Виви по работе с музыкой. А у меня доживю от девочки, которая видит это. Когда ожидал увидеть историю в стиле Дюнзи Ито, а в итоге смотришь на Дюнзи Тите. Ха, оценил твой каламбур, плюс один харизме. Не знаю, что у вас там за доживю и Дюнзи Тите, но кто бы что ни говорил, мой сэмпай раздражает лучшей аниме зимы. Опа, оставь это до кое-какой номинации. Лучше выскажемся об этом там, а мы продолжим тему доживю. Голубой период. Думал номинировать это аниме на философию года, но решил ограничиться с жанром школы. Да, классная история про проблемы творческих людей, но как-то с ходом сюжета пошло все не туда. От мешков и пушек я ожидал хорошей мехи, но получил какую-то проходную историю. Поэтому у них только одна номинация на мехи года, но вижу, что там как-то шансов у этого аниме немного. Как и у Звездных войн. Да, неплохой альманах, есть даже пару визуально прикольных эпизодов, но все ведь понимают, кто станет победителем в Лучеона. Про агента времени я еще в весеннем сезоне говорил. Вы мне вот скажите, Луна, Лайка и Носферату, кто вообще так назвал аниме? И это чего, реальная история про вампиров в СССР, которые решили полететь на Луну? Ну да, что-то вроде того. Джо-Джо! Ты это к чему? Да так, проехали. Я тогда закончу все это странное перечисление номинантов реальным претендентом на аниме года. У Коми проблемы с общением. Я думаю, три номинации говорят сами за себя, поэтому у нас еще будет шанс высказаться о нем. Все, наконец-то переходим к номинации. Что вообще за понтовая номинация? По традиции подведения итогов, сначала скипаем самую странную номинацию. Кто-нибудь что-нибудь смотрел? Дарованный топ! Окей, разобрались, но победитель в итоге госпожа Какая в любви, как на войне. Теперь идем дальше. Сурую фразу «Иступление». Давайте отойдем от Ова и вспомним про романтику. Одобряю. А я одобряю корзинку фруктов. Окей, оставляю обсуждение на вас, ушел за хлебом. Корзинка фруктов — это аниме, наполненное большим количеством событий, мыслями и переживаниями героев. Нам раскрывают каждого персонажа как личность со своими взглядами и индивидуальностью. Это аниме, которое вызвало у меня смех, слезы и оставило несгладимое впечатление. Точно рекомендую. Мой сэмпай раздражает. Вкусная романтика в обертке из комедии. Самое то, чтобы скоротать грустные вечера, веселые и харизматичные персонажи, офигенский визуал в опенинге и классная маленькая милфа в лице и гараже. Я вернулся, а победителем в итоге стало аниме «Я побрился». А я знаю, кто победил. Ну, теперь я пойду за хлебом. А вообще есть что сказать за гарем года? Собрались, разобрались, я голосую за 86. Не, ну, Евангелион точно топ, хоть я и не смотрела. Про мешки я сказал, про пушки тоже, а с итогом голосования я согласен, потому что победителем стало аниме 86. Ну, это лучший момент, чтобы спеть. Не лучший. Я топил за Виви как за лучшее сочетание забытых жанров музыки и экшена. В аниме музыка существует внутри истории, и она влияет на события в равной степени с самой Виви. В отличие от «Октопуса», где музыка существует будто в вакууме. Она существует только для зрителя, но не играет никакой роли в истории. Только ленивые отсылки создателей на классику 17-18 века. Так что вполне логично, что Виви победила. Мне кажется, тут и так все очевидно. Возражения есть? В комментариях. Люблю эту номинацию. Опять японцы со своим мифологемой и безумием отрываются по полной. Да, ты как думаешь? Бомбический сценарий. Каждая сюжетная линия объясняется. Принцов чеховского ружья работает на 100%. Кто знает, тот знает. История, которая отлично от начала и до конца. Очень часто можно словить Жизу и в персонажах найти себя и своих друзей. Например, кто-то пытается прорваться к вершине популярности, кто-то по уши в долгах, кто-то имеет свои секреты за спиной и так далее. Цепляет еще то, что история закончена от начала и до конца. Так еще в конце и дают пищу для размышлений. К сожалению, аниме не заметила большая часть аудитории из-за рисовки и фури персонажей. Их заслуженно в номинации «Необычное аниме года» побеждает «Необычное такси». А при чем тут Кловерворкс? Все дело в обещанном Неверленде и спецвыпуске «Приоритеты чудо-йца». На мой взгляд, Метрополимен не такой уж и злодей. Беленький, чистенький и спокойненький. Хотя и не до конца. Да, и Фрил в целом тоже. Она идица нарушила развязку истории своим появлением, перевернув историю с метафорической точки реальности на вполне фантастическую плоскость. Но победителем становится Кловерворкс. О, тут будет «Битва века». Наверное, это самая неоднозначная номинация, ибо на вкус и цвет... Вайфы нет, но победитель все-таки есть. Им становится Сёка Коми. Ульдан, твой выход. Мне пересказать все с 18-минутное видео? Я, конечно, понимаю, что «Евангелион» — топовое аниме, но для тебя «Бессмертный» — однозначный победитель моего сердца. И победителем в этой номинации тоже становится для тебя «Бессмертный». Ура! Ну что ж, вот и одна из моих самых любимых номинаций. Ну, я смотрел только Коми. Мне нравится, как они подошли к адаптации манги. Лично сам голосовал за неё. Я смотрел Кабояша. Ну и как тебе? Понравилось. Ясно. Тогда я расскажу о Харемии. Давай потом, там будет номинация прям для неё. А здесь победила молчаливая Коми. Это было ожидаемо. Скипнули кучу глав манги, вслепую ввели персонажей и не раскрыли их. Поэтому заслуженная победа в данной номинации. Такая себе победа. А кто в итоге победил? Ну, тот, кого нельзя называть. Про Коми я уже говорил, а это та самая номинация, где можно поговорить за Харемию. Да, спасибо. Давно не было хорошей романтики в школьной повседневности. Потрясающая атмосфера аниме. Спокойная, приятная и одновременно волнительная. Переживаешь за отношения главных героев и с нетерпением ждёшь, что же будет дальше. Ну и заслуженно Харемия забирает победу. Ну чё, реинкарнация? Ну да. Согласна. Хотя было резервы в этом году, но ладно. Не повезло с годом. А реинкарнацию с победой. Ну, из этого списка я бы проголосовала за для тебя бессмертный и Харемию. Про Харемию я уже сказала достаточно, так что о бессмертном. Это аниме вызвало у меня кучу эмоций. Рисовка, развитие сюжета, героя, его отношения с другими персонажами. Я уверена, что буду пересматривать его снова и снова. Очень грустно, конечно, что в номинацию не попало аниме «Скейт в бесконечность». Ну и вообще не хватило номинации про жанр спорт. Надеюсь, в следующий раз мы поспорим на эту тему. Из номинантов «Мне интересные», «У коми проблемы с общением», «Реинкарнация безработного» и «Токийские мстители». Свой голос отдал бы за «Токийских мстителей», за хорошо прописанный сюжет. Конечно, без сюжетных дыр не обошлось. Это в целом проблема многих тайтлов с завязкой на прыжке во времени. Харизматичные герои, сюжетные повороты. Этот сериал заставил надолго зависнуть у экрана и ждать новую серию. Этот год в плане новинок и продолжений в аниме был насыщенным и, соответственно, претендентов было много. Выбрать кого-то было трудно. В общем, все хороши. Поначалу «Реинкарнация» мне показалась каким-то шаблоном и секаемым. Хикан, грузовик, другой мир, гарем. Абсолютно ничего нового. Но мне хватило одного сезона, чтобы понять, мы это аниме года. У «Реинкарнации» есть своя вполне понятная и объяснимая магия. Реализм. Типичные бытовые вопросы, взаимодействие вполне на знакомом нам уровне, персонажей со схожими проблемами и хорошо подобранная формула создания атмосферы. Именно это в совокупности дает проникнуться к аниме. 86, для тебя бессмертный, приоритет «Чудо-Ица» и кучу других аниме я разбирал в отдельном видео. Да и тут мы уже неплохо обсудили их. Поэтому избавляю вас от лишних разглагольствований и заслуженно Лучшее аниме года ЗАБИРАЕТ Ожидаемо. Я не против, что победила «Реинкарнация». Солидарен. «Реинкарнация» заслуженно забирает «Оскар» от мира аниме. Ожидаем, что следующий 2022 год тоже окажется крутым. Подарит кучу крутых тайтлов и эмоций. Также желаем всем классно встретить Новый год и... Всё. На этом подведение итогов года окончено. До встречи в следующем году.